здравствуйте друзья письмецом здравствуйте михаил в первую очередь выражаю слова благодарности за созданный вами канал который дает колоссальную мотивацию для достижения мечты о переезде в сша нам с женой в этом году исполнится по 32 года хорошо у нас двое детей старшему 11 лет младшему 6 месяцев у меня высшее образование сфере айти правда с тринадцатого года работаю не совсем по специальности на федеральной госслужбе какой-то степени благодаря ей у меня не пропадает желание покинуть эту страну так вот бывает в четырнадцатом году моя супруга на тот момент мы еще не были знакомы с сыном приехала в россию в статусе беженца с востока украины в пятнадцатом году она получила российское гражданство вы поженились у нас родился младший сын в первую очередь мы с женой будем участвовать в лотерее на получение грин карты это понятно возможно это глупо но я возлагаю большие надежды именно на лотерею в случае успеха после переезда очень хотел бы пройти курс обучения вашей школе и так по нашим планам до ближайшей даты возможного переезда около двух лет это если они в лотерею выиграют значит так за это время планируем подтянуть язык жена хочет пройти курсы парикмахеров потому что как мы считаем будут сложности с ее трудоустройством по специальности она социолог подскажите на получение каких знаний мне сделать упор в течение этих двух лет чтобы чувствовать себя уверенней на обучении вашей школе и вообще в профессии тестировщик и еще мне интересен ответ на такой вопрос возможно он не совсем по адресу я инвалид детства получаю пенсию интересует прекратятся ли при получении грин карты социальные выплаты в россии и не возникнет ли сложностей при устройстве в сша по причине моей инвалидности третья группа я немного ограничен в движениях на одну сторону заранее благодарен за любой ответ ну давайте попробуем давайте мы начнем с пособия там по инвалидности или как это называется я не знаю значит дело в том социальные выплаты вот тут называется я знаю людей которые например жена в сша и зарабатывает тут и даже будучи на пенсии уже тут продолжают получать какие-то какую-то пенсию например из российской федерации не бы не по инвалидности а вот просто они там что-то такое выработали и насколько я понимаю выработанная пенсия она не независимо ни от чего человеку выплачивается да я я вот 12 лет в ссср отработал я думаю может мне какая пенсия положено там рублей 50 даже не знаю в общем это так шутки значит что касается социального пособия то это не то что ты отработал поэтому может может быть и не положено я не знаю это надо спрашивать не в сша конечно это надо спрашивать у людей которые знают российские законы то есть в теории например вы можете уехать на пмж и никому не сказать а допустим там пособие там на какой-то счет поступает то есть мы вы можете как бы обмануть казну если допустим хотите ее обмануть но это я не как бы я не не учу никого обманывать и как ты это совершенно не моя как бы стезя поэтому я не знаю вот теперь что касается поиска работы с какими с некоторыми физическими ограничениями у меня такое ощущение субъективно складывается что человек у которого есть физические ограничения скорее найдет работу чем тот у которого физических ограничений нет во всяком случае я вижу практически всюду откуда не придешь там есть люди ну ну часто не не то что всюду но вот часто есть люди которые даже я не знаю как бы они работали вот например вот в той стране из которой я приехал до таких не было видно они они где-то не знаю в каких местах они вообще работали или работали вообще но было очень сложно здесь во всяком случае в технологиях войти нет нормально и начиная вот от людей которые с каким-то физическим дефектом кончая людьми которые болезненную такую полноту имеют например знаете не не то что человек полный а то что это понятно что это это какая-то болезнь это не то что ну знаете какая-то разновидность естественной полноты это что-то что-то невероятное вот и такие есть и как какие угодно есть и все к этому нормально относятся и в общем как бы с пониманием то есть я я не видел чтобы за это как-то дискриминировали еще раз у меня ощущение такое что они некоторые преимущества даже имеют и есть категория компаний так называемые equal opportunities employer equal opportunities если вы как компания имеете дело с государством какие-то заказы поставки там и так далее то вы обязаны быть equal opportunities employer это значит что вы не дискриминируете там по самым разным признакам и так далее и там даже доходит до идиотизмов когда они должны поддерживать какие-то пропорции знаете к нам однажды пришли из громадной японской компании гигантской то есть все ее знают пришла начальница отдела кадров и говорит вот я хочу вас там практикантов брать а вы тогда такой преимущественно русской школы были там не было индусов тогда китайцев у нас мы так вот и она говорит вот практикантов хочу у вас брать там мы за деньги они там нанимали и я говорю а сейчас где берете она как сейчас берем вот тут в университете в местном я говорю а чего к нам она говорит понимаете она так замялась мы говорит вот equal opportunities employer у нас белых не хватает играйте у них белых не хватает вот она ходит ищет где там белых найти вот приходит в русскую школу поэтому это давно было я надеюсь что у них правило как-то был более разумными стали за это время но точно не знаю так вот почему я говорю по этой части не беспокойтесь теперь значит если все таки у человека бэкграунд войти вы так как-то с конца пошли если у человека бэкграунд в айти и он решил стать там тестером тестировать программное обеспечение во первых я не уверен что ему нужно какие-то курсы проходить второе я не не думаю что если проходить курсы вот такие как наши например нужно как-то готовиться ему то есть готовиться надо было бы чеку который далек отойти он он бы спросил как мне лучше подготовиться если человек уже войти даже если он последние пару лет там ничем таким не занимался я не думаю что надо как-то готовиться ну конечно если у него время есть силы есть настроение он может там я не знаю языки программировали какие-то посмотреть подучить но подтянуть но может быть самое правильное ему было бы где-то на волонтерских начала в крайнем случае а лучше за деньги конечно просто потестировать вот там пойти куда-то в open source искать ребят я-то вот айтишник хочу там потестировать а скажет давай ну книжку прочитаете какой но лекции мои послушайте там на русском языке ну ну я не вижу там что-то такого о чем стоило бы беспокоиться значит теперь что касается основного мы потихонечку приходим так от более мелкого более серьезного более серьезное вот в чем состоит значит с одной стороны человек я как бы понимаю что лотерея да не не такой прямо уже путь но вот как-то очень на нее надеюсь а ну да это многие так это многие так но все-таки вот эта статистика как бы она выигрышей статистика выигрыши она конечно неважно наверное если ваша супруга родилась там значит этом донбасс да где-то там восточная украина значит наверное у нее вы можете играть от двух разных стран она может играть по месту рождения по украине вы можете играть по российской федерации я не знаю там насколько это увеличивает или снижает шансы но сложно сложно всерьез говорить о планах которые в основе своей имеют выигрыш в лотерее дальше я думаю то хорошо а что там у них может быть кроме лотереи так я начинаю соображать если бы она приехала с донбасса и допустим оставалось бы но не брала бы российское гражданство то еще было бы какая-то линия такая политического убежища да то есть она приехала оттуда но она допустим там про украинская и за это ей там достается но она гражданка российской федерации можно конечно наверное можно было бы и в этой ситуации что такое развивать но это как бы уже сложнее я не знаю но они не рассматривают этого им сложно конечно а тем более языка толком нет получается так что из всего остального все остальное для них еще менее реально чем например лотерея ну тогда да тогда лотерея становится основным так сказать заходом если другого ничего нет так получается лотерея ну что можно сказать ну давайте пожелаем ребятам чтобы у них все сложилось с лотереей и я даже не знаю там что можно добавить поскольку я например других путей не не вижу как-то не получается вот так что если вы когда-нибудь надумаете вот я хочу ребятам сказать если вы когда-нибудь надумаете ехать там как-то по политике уже то наверное это для самого вот автора письма гораздо более реально чем для его жены он работает в госорганах он может там выражать какое-то недовольство ему за это могут чем там обещать не симпатичного и тогда это есть бы хотя бы какая-то линия есть более более понятное с его женой я не знаю в общем если вы когда нибудь дойдете до этой точки то я думаю там с кем-то поговорите кто разбирается и они вам объяснят как бы какая ваша линия в этом направлении то есть она она наверно наверняка есть даже без сомнений но надо чтобы вы хотели чтобы вы как-то думали в этом направлении без этого смысла не имеет так что вот такой разговор счастливо